Из книги «Открытым оком», том 10, тема Лапкин книги. Вопрос 2321. Чем вызвано, что о вас так много сообщалось раньше в печати? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Конечно же, только не тем, чтобы я хотел этого и заказывал статьи, фильмы и телепередачи о себе, но я и не скрывался от людей, и очевидно, что был на слуху и на виду. Но главное, что словом касался самых больных мест общества. Люди втайне желали, чтобы кто-то сказал о том, что у них на душе. Если бы я не находил откликов в народе, то кто бы заинтересовался моим скитанием по земле? Недавно мне прислали архив Юрия Ивановича Михалькова, баптиста из отделенных, инженера, отсидевшего три срока при советах и уехавшего в Германию. И вдруг в нем нахожу свою фотографию, и вот такой пассаж-памфлет смешной и завистливый. Кавычки открываются. Кое-что из нашей жизни. Невероятно, но факт. Кто же такой Игнатий Лапкин? Четыре раза эта фраза повторена в заголовке. Начиная с 1962 года, когда Игнатий Тихонч Лапкин обратился от язычества в православие, имя его не сходит со страниц советской прессы. Писали о нем в Прибалтике, где он обратился. Писали о нем в Новосибирске, где он жил очень короткое время. Писали о нем в Киргизии, куда он приехал в гости к своему брату Иосифу. Но где бы только он ни объявился, везде пишут о нем. Но особенно много написали и все еще пишут на страницах Алтайской краевой прессы. Со времени его обоснования земли Алтайской в столичном городе Барнауле в 1969 году. Писали о нем в застойные времена. Писали в Перестроечные, пишут и в посты Перестроечные. Пишут о нем в брошюрах, пишут о нем в книгах. Теперь уже делают о нем кинофильмы и снимают на телевидении. Наверное, все эти годы советской власти ни об одном православном архиереи не писали столько. А сколько о нем еще будет написано? Раньше в прессе его хаяли и набивали ему «великомученика» в кавычках. «Цену великомученика» в кавычках. Теперь в прессе хвалят его и набивают цену, как великому подвижнику и кудеснику в земле сибирской просиявшему. Те, кто был раньше безбожником, плохим и опасным, так и остался плохим и опасным. Хвалить их не будут, в кавычках, противников власти, выделено Игнатием Тиховичем. А Игнатий Тихович, извините, слава и почета. И раньше, и теперь, но алтайский кудесник, да и только, когда генералы и полковник КГБ взламывали половицы и потрошили стены в комнате Игнатия. На второй строительном его ветхом «Борочонке» Игнатий, как скороход, носился по всему краевому центру, оповещая всех верующих об обыске. За ним следят по пятам черные волги и бобики, а Игнатию хоть бы что, то ли он видимка для КГБ, то ли невидимка. Ему главное повестить верующих всех конфессий, чтобы молились за него. Ну, не дать не взять кудесник на земле алтайской просиявшей. И об одном православном архиерею столько не накручено, не наворочено в алтайской краевой прессе интересная история. Но где бы только ни появился Игнатий Тихович, везде о нем пишут. Пишут о нем в центральной прессе, пишут о нем в местной прессе, пишут о нем в сам издате, пишут о нем в сам издате. Вещают о великом сибирском благовестнике по радио «Свобода», вещают о нем в Кестон-колледже и так далее. А сколько о нем еще навещают? Это же ни одна библиотека не вместит. Слава в Игнатии лапки не проникает во все концы земли несчастной. Везде, где только люди есть. Утро в 8.00. 16 марта 1992 года. Общедоступная религиозно-нравственная библиотека. Ю Михальково. Город Барнаул. Молодежная 44. Квартира 63. Приветствия друзьям. Кое-что из моей жизни на Свободном Западе. 1980-1994. О горнем и о земном. Падер Борн. 1994 год. Притча 27.14. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут до злоствовищего. Деяние 19.9. Но как некоторые ожесточились и не верили, злоствовя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников, ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Юрий Ивановича и его прекрасных родителей я лично знал. Он на два года старше меня родился в 1337 году. Ни раз был у них на кухне, дальше не сподобился пройти. Представительный, высокий, ухоженный, но на лице у него всегда застывшая ухмылка, ехидство. Запросто и шутя наживает себе врагов. Пример. Мы ремонтируем базу, я несу резиновую трубку для проводки через стену. Он встречается. Это атрибут вашей веры? Его отец Иван Андреевич был на процессе надо мной в 1986 году. Потом отзывался очень хорошо. Я же на судье упомянула Юре как по исповеднике, ибо он отсидел три раза. Он был инженером на заводе аппаратурном. Все в прошлом. На старое фото смотрю. Вот царь Николай улыбается с сыном. Жизнь этим избранникам выкинет трюк. Петля для обоих намылена мылом. Предчувствия им не сжимали сердца. Рука не дрожала за вкусным обедом. А вот, говори, третий рейх и листах. Все в прошлом накрыли черные беды. За столем упоенный граф Монте-Кристо к вечеру сникнет в отчаянии к нарам. К вечеру сникнет в отчаянии к нарам. Все в прошлом. А что за душою нечистой? Где прошлое? То, что кружило в угаре. Блажен, если цель быть в обителях неба. Единстве с Христом. В воскресении верных. Жизнь верных на пользу другим. На потребу. Кто ищет пшеницу? Не дикого терна. Успехи вчерашние проще забыть. Душой и разумом вдаль простираясь. И помнить. Мы все иеговы рабы. Для Бога живем. Не на сцене играем. Все в прошлом. Заснула старушка с вязанием. А рядом такая же барыня спит. Им не было светочем Божьей писания. Остались о прошлом. Тоска и мечты. Панической смерти не стоит бояться. Тому, кто с Христом примирился при жизни. Когда и могила развернется пастью. Любовь пропоет над усопшим кофизмой. Все в прошлом. Счастливый, чего я забыл. Омытый в Христовой крови на Голгофе. Как много добра я пустил на распыл. Остались минуты счастливой окрохи. Все в прошлом. Простите обиды и зло. Какие подщился я рясь причинить. Считаю, что с вами мне жить повезло. Челнок мой отрезан. Вам в памяти нить. 6 декабря 2004 года. Игнатий Лапкин.